МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я говорю о том, что на минувшей неделе возникла новая инициатива «Как понравится Москве в поддержке СВО». Инициатива, это, прямо скажем, странная. Кому-то там во глубине Башкирского дома какое-то воспаленное сознание в ведомстве Кельсинбаева пришла мысль. А давайте наполним музеи Донецкой Народной Республики полотнами башкирских художников. Ну, вдруг это кому-нибудь понравится. Ну, как говорится, сказано, сделано. И уже в конце недели директор музея Нестерова, известный художник в прошлом, а ныне уже чиновник от искусства и культуры, Айрат Терегулов, без устали обзванивал уфимских художников, предлагая им подарить донецким шахтерам какой-нибудь из своих бессмертных полотен. Не знаю доподлинно, сколько башкирских уфимских художников согласились передать в дар свои полотна шахтерам Донецка. Особенно мне интересно, например, согласился ли в Олигамсе передать какое-нибудь свое творение туда, в музее Донецка. А мы знаем, что картины этого башкирского художника оцениваются в 3 и выше миллиона рублей каждая. Мне интересно, сможет ли оторвать от сердца в Олигамсе свое бессмертное творение. Но посмотрим. Тем временем в Белом доме уже сформирована комиссия, которая будет строго отбирать полотна по содержанию и смыслу. То есть не дай бог, чтобы братьям-шахтерам в Донецке досталась какая-нибудь там провокационная или не до конца понятная картина. Ну и самое главное, что возглавил по неподтвержденным данным эту комиссию сам Урал Кельсинбаев, человек выдающегося эстетического вкуса, с глубинным пониманием живописи раннего Ренессанса Северной Европы и прочее, и прочее. В общем, конечно, вот честно, да, со стороны, если делать шаг назад, на это все смотреть, это такой галимый, пупырчатый совок, вот то, что сейчас происходит в Белом доме, это настолько моделирование вот этого вот безумия, того, которое, ну, нам казалось, оно уже прошло, вместе с Советским Союзом умерло, но нет, оказывается, нет. И даже вот всякие такие Кельсинбаевы могут придумать вот такие вещи, хотя, казалось бы, Урал Кельсинбаев, он-то и при Советском Союзе не очень долго прожил, наверняка не очень помнит, как это все работало, но вот где-то какие-то реликтовые вот эти вот инстинкты, лизоблюдство и показухи, они вот вылазят, пробираются сквозь итальянский костюм и вот торчат, как говорится, как уши. Продолжение следует...